Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, в очередном выпуске рубрики Современная Классика. И сегодня у нас будет несколько необычное видео в том плане, что, во-первых, партия, которую я подобрал для этого выпуска, она, как мне кажется, как никакая другая партия соответствует названию рубрики, и как никакая другая партия отображает реалии современных шахмат на высоком уровне. Помимо этого, сама по себе партия очень красивая, многими экспертами была выбрана как лучшая партия 2013 года. Речь, конечно, идет о партии Араньян Анант, которая была сыграна в Вейконзее. Тем не менее, руки до этой партии у меня дошли только в 10 выпуске, и для этого на самом деле были свои причины. Во-первых, партия достаточно короткая. Во-вторых, в этой партии все-таки очень большое значение имела дебютная подготовка Виши Ананда. То есть, сколько ходов ему пришлось находить за доской, это на самом деле вопрос. Ну и третья, пожалуй, самая главная причина заключается в том, что партия очень известна, очень знаменита, пожалуй, в большей степени, чем те, которые фигурировали в предыдущих выпусках. Ну и наверняка многие из моих зрителей, они либо смотрели разбор этой партии в видеоформате у какого-либо другого автора, либо читали чьи-либо текстовые комментарии, либо просто видели эту партию в Мегабасе. Тем не менее, раз уж рубрика называется «Современная классика», то вечно вставлять эту партию вне своего внимания я не мог. И поэтому сегодня мы разбираем партию Ароняна-Нант. Повторюсь, она была сыграна в 2013 году в очень известном голландском супер-турнире, который проходит в городе Рей-Канзее каждый год. Ну и также этот турнир известен тем, что в нем практически всегда прекрасно выступает Ливон Аронян. Тем интереснее, как протекала эта партия. Аронян играл белыми, и была разыграна славянская защита. Причем та ее разновидность, которая в английском языке называется «семислав», то есть полуславянская. Потому что как раз-таки славянской защитой считается ход ДЦ, который, в частности, я часто применяю в своих партиях. Ход Е6, на самом деле, даже несколько более популярен, особенно на очень высоком уровне. И ведет он, конечно, к совсем другим позициям, в которых Анант является очень большим экспертом. То есть, в частности, я всем порекомендую посмотреть его партии из матча на первенство мира против Крамника. Где ему черным цветом удалось одержать вот в этом варианте, в миранском варианте славянки, две очень важные победы. Но в матче на первенство мира даже одну победу одержать черным, это очень большое достижение. Ну, тем не менее, Ливон решил здесь, скажем так, дернуть тигра за усы. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь известно, что зачастую Виши Ананда называют тигр из Бадраса. Ну и черный сыграли слом Д6. На самом деле, ход слом Д6 не основной. Чаще играют А6 или слом Б7. Но, как мы увидим дальше, в данной партии ход слом Д6 в итоге свелся к достаточно известной теоретической позиции, которая чаще получается после хода слом Б7. Последовало слом Т6, два ноля, два ноля, ферзь С2, слом Б7, ну и А3. Во-первых, смысл хода А3 заключается в профилактике, теперь черные никогда не могут провести Б4. Ну и вторая, пожалуй, более важная идея в том, что белые готовят ход Б4. Если белым удастся безнаказанно провести Б4 и установить надежную блокаду на поле С5, то у черных стратегически будет практически безнадежная позиция, потому что слом на Б7 останется пассивным и практически мертвым. Белые рано или поздно проведут Е4, проведут Е5, разобьют очень сильную атаку на королевском фланге, и черные ничего и противопоставить не смогут. Ну, конечно, на практике дела обстоят намного сложнее. В принципе, долгие годы здесь основным ходом считался ход А6, который напрямую готовит продвижение АЦ5, но в то же время мало что делает против следующего хода белых Б4. То есть, в принципе, эта позиция до сих пор достаточно часто встречается на практике. Черные играют А5, казалось бы, с потерей темпа, но все равно после ладья Б1 белым не так-то легко доказать свой дебютный перевес. Тем не менее, в последние годы здесь появились новые веяния. В частности, некоторые шахматисты стали играть черными А5 сразу, а некоторые шахматисты, и, пожалуй, ввел за собой Хрустам Касымджанов, здесь стали применять гамбитные идеи, которые связаны с тем, что черные проведут Е5, не считаясь материальными потерями. Вот и в данной партии Виши Анант сыграл в АЛЕЦе 8. Ну, конечно, Ливона Роняна это врасплох не застало. Давайте посмотрим, что здесь происходит в том случае, если белые делают логичный естественный ход B4. В принципе, идея Рустама Касымджанова заключалась в том, что черные могут сразу провести C5. Впоследствии было установлено, что еще сильнее сначала пойти А5, и уже в случае ладья Б1 здесь пойти C5. И поначалу компьютер очень скептически относится к этой идее, но, если дать ему подумать, то он меняет свою оценку. Так что не исключено, что вся идея была, в принципе, найдена с помощью Железного друга. Тем не менее, найдена она была уже достаточно давно, и я уверен, что Ливон, ну и тем более Виши во время партии, знали о существовании хода C5. Ну, какое же здесь конкретное обоснование? Белые, конечно, не могут игнорировать такое посягательство на укрепленный пункт C5, то есть они должны брать пешку. Ну, в принципе, варианты получаются схожие. Например, БЦ. Черные бьют на F3. ЖФ. И теперь черные жертвуют фигуру, но после D5 оказывается, что позиция-то на самом деле не ясна, и наиболее вероятный результат не ничья. То есть, например, если белые делают самый напрашивающийся ход ЛДБ5, то у черных вот есть такой ресурс, как Конь Д5. Обратите внимание, ферзь подключается к атаке. И на самом деле белым во избежание худшего здесь надо бы взять на C5 и допустить вот такой вот вечный шаг. Король H1, ферзь H5. Висит мат на H2, поэтому белые должны либо сразу пойти F4, либо после слона H7, король H8 сыграть F4. Получается вечный шаг. Ну, это понятное дело, что это только одно из возможных разветвлений. У белых есть много других возможностей, но в формате данного видео обсуждать эти возможности будет, пожалуй, нецелесообразно. Скажу только, что ЛДЦ5, в принципе, ход прошел испытание временем, и в настоящий момент считается, что белого здесь нет надежды на перевес. Другим популярным ходом, помимо хода B4, является ход ЛДД1. Черные, помимо других возможностей, все равно здесь могут пойти C5, и после слона B5, ферзь C7. Обратите внимание, насколько сильный слон на D6 и на B7. То есть, объективно позиция равная или неясная, но, если честно, без очень тщательной дебютной подготовки, я бы в такое белыми точно не пошел. Потому что велик риск пропустить серьезную атаку на короля. Ну, а Ливон Аронян после ЛДЦ8 припас относительно новую идею. Он сыграл конь G5. На тот момент в этой позиции конь G5 практически не играли, но сама по себе идея эта для Миранского варианта характерна. То есть, белые нападают на H7, и в случае логичного хода H6, они переводят коня на Е4. И этот конь на Е4 очень полезен, потому что он позволяет удерживать блокаду на поле C5, во-первых. Во-вторых, он уходит с уязвимого поля F3. И теперь C5 становится за черных менее эффективно. То есть, после СНЕ7, B4, мне кажется, что у белых очень серьезный дебютный перевес. Поэтому ход H6, в принципе, отпадает. Я так думаю, что та причина, по которой конь G5 до этой партии не играли, все-таки заключается в том, что у черных есть такой вот тактический удар слона G2. Очевидно, что Ливон был к нему готов, и, скорее всего, он задумал конь G4, король G1, ферзь G5. Да, черные выиграли пешку, но, согласитесь, такая позиция, в которой у белых преимущество в развитии, преимущество в пространстве и два слона, она все-таки, ну, по крайней мере, для практической игры она не привлекательна. Ну, и объективно, я думаю, что у белых здесь есть перерез. То есть, мы видим, что, в принципе, армянский кроссмейстер подошел к партии далеко не безоружным, у него были свои идеи, но, конечно, всю глубину анализов Виши, даже в таком, казалось бы, порядком разветвлении, он предугадать не мог. Здесь последовал ход C5, причем последовал очень быстро. Белый, прошу прощения, черный, полностью игнорирует все угрозы пункту H7. Ну, и, скорее всего, в этот момент армян догадался, что его ждут непростые испытания в этой партии, но, наверное, он еще не догадывался, насколько. Понятное дело, что ход C5, в принципе, стандартный для миранского варанта, и я даже не исключаю, что Ливон его смотрел, но вряд ли настолько глубоко, как индийский шахматист. Скорее всего, все-таки белым, если они хотят в дальнейшем применять этот вариант на практике, следует здесь взять на H7, слоном, именно что слоном взять на H7, после короля H8 сыграть F4. Тем не менее, понятное дело, что Анантон анализировал и это разветвление в том числе, здесь черные ловят слона, белые вынуждены его пожертвовать. И вот компьютеру, на самом деле, весь этот вариант за белых очень нравится, даже современным движкам. Мне же кажется, что, на самом деле, здесь все не так просто, и после хода F8, на самом деле, скорее белые боятся за равенство. То же самое касается варианта К5. Здесь после слона B8, F6, черные играют F8, F6, король G8, ну и вот мой стокфиш, стокфиш В8, он здесь обещает белым серьезный перерез после слона D2. Комода с ним не согласен. И вот в данном вопросе я, скорее, склонен согласиться с американским движком, а именно с Комода, который считает, что после ферзь H5, ферзь бьет H5, конь бьет H5, конь Е6, ладья F на Е8, F5, Cd, позиция примерно равная. Стовки же считает, что здесь у белых перевес, который практически равен единице, то есть практически равен пешке. В принципе, понятное дело, что у белых есть аж 5 пешек за пожертвованную фигуру, и в принципе их легкие фигуры расположены хорошо. Но если мы поглядимся к этой позиции, то станет понятно, что вот эти пешки, которые являют собой компенсацию за пожертвованную фигуру, они находятся на королевском фланге, при том, что по сути разменены только ферзи, то есть все остальные фигуры на доске. Это означает, что белым будет очень тяжело надвигать свой королевский фланг, потому что это слишком сильно оголит короля. А ферзевый фланг надвигать большого смысла нет, потому что здесь всего лишь две против одной. И какого-то каких-то серьезных проходных пешек белые создать здесь не смогут. У черных же есть очень опасная контррегра. То есть один конь прыгает на Е5, второй на Е4, прошу прощения. Может быть, король F7, ладья G8. Слоны рассекают позицию, что один, что другой. В общем, ну в первую очередь сомневаюсь, что Ливон досчитал до этой позиции. Но даже если он до нее досчитал бы, то вряд ли она ему понравилась бы. Тем более, что наверняка он осознавал, что в бригаде индийского шматиста все это было записано. Поэтому цыгал конь бьет H7. По большому счету ход выглядит даже более логичным. Казалось бы, мы нападаем на ладью, нападаем на коня, и у белых уже одна лишняя пешка. К тому же вариант так подвисает на B5. Но Виша быстро ответил конь G4. Теперь оказалось, что висит на H2. По большому счету белые не могут допустить здесь взятия на H2. То есть, например, после коней F8, слон H2, король H1, ферзи H4, им просто мат. Соответственно, выбор оказался не таким уж широким. G3, по большому счету, ход тоже отпадает из-за коня H2. Теперь получается такой мат в случае принятия жертвы фигуры. Поэтому, по большому счету, выбирать стоило из ходов H3 и F4. И Ливон в этой партии избрал ход F4, который, скорее всего, слабее, но его очень трудно упрекнуть в этом неправильном выборе, потому что, чтобы отвергнуть ход F4, ему нужно было видеть блестящее возражение Ананда, которое, опять-таки, без очень тщательной дебютной подготовки предугадать было практически невозможно. Сильнее всего было сыграть H3. Здесь, после слона H2, король H1, ферзи H4, движок указывает за белых сильный ход D5. После чего получается вот такая вот позиция, у которой у белых лишнее качество. Казалось бы, у черных нет прямой атаки, им приходится поменять чернопольного слона. Но после конь D на F6 все равно позиция белых очень неприятная. То есть, да, у них лишнее качество, но даже компьютерные программы оценивают это как равенство. То есть, в реальной партии защититься от атаки на ослабленного короля H1 белым было бы очень тяжело. То есть, уже сейчас грозит ферзи H3. Поэтому, скорее всего, Ливон прикинул эти варианты, решил, что лучше сыграть F4. Тем более, что он не видел какого-то серьезного возражения со стороны черных. Ну, конечно, у Ананда это возражение было припасено. Последовало АЦД. И вот это, пожалуй, последний момент, когда белые могли избежать своей печальной участи. Здесь надо было взять на F8 срочно, причем. И после слона бьет F8 не сыграет ЕД. Которая после конь ДНФ6 приводит к очень плохой позиции за белых, потому что грозит как с Д4. Ну, и обратите внимание, что белые никак не могут комфортно развить свои фигуры. То есть, вместо ЕД здесь нужно было найти промежуточный ход H3. После которого, опять-таки, получается похожая ситуация на предыдущий вариант, который мы разобрали. То есть, белые сохраняют лишнее качество. Здесь у них есть важный ход G5, который не позволяет черному коню попасть на G4. Поэтому конь идет в другую сторону. И после Бцла для Д8 получается интересная позиция, в которой у белых лишнее качество и пешка. Но при этом у белых настолько пассивные фигуры, а у черных настолько эти фигуры активные, что, скорее всего, за спасение здесь бороться нужно именно белым. Тем не менее, это был единственный шанс, потому что в партии после ЕД собственно началось то, ради чего я показываю вам эту партию. Черные сыграли слон C5. То есть, мало того, что висит ладья, черные добровольно подставляют еще и слона под бой. Ну, понятное дело, что ладью брать совсем невыгодно, потому что после куньев 8 последует слон Д4, король Ш1, ферзь Х4 и белые получают мат. Обратите внимание, что слон на Б7 бьет издалека. Теперь после Х3 можно просто взять на Х3 это мат в один ход. Так что конь бьет Ф8 армянский шахматист серьезно не рассматривал. Но ДС практически наверняка он рассматривал. Здесь после конь С5 тоже все это выглядит очень опасно для белых. грозит ферзь Д4, грозит конь бьет Д3, грозит ферзь Х4 в некоторых вариантах. То есть здесь сильнее всего за белых сразу пойти Х3, после чего практически форсированно возникает такой вариант. По большому счету я думаю, что Левона было достаточно одного мысленного взгляда на эту позицию, чтобы отвергнуть данное продолжение. Тем не менее, согласно опять-таки движениям, именно это направление обещало кое-какие шансы на спасение, пусть и небольшие. После К2 конь Д3 белые могут подороже продать жизнь своего коня с Ф8, они бьют на Е6. После ФЕ получается довольно интересная позиция, в которой у белых лишняя пешка. Да, у них плохие фигуры, но в некоторой степени атакующий потенциал черных здесь под исчерпался. Тем не менее, все-таки слон на Б7 остается невероятно сильной фигурой, а слон на С1 по сравнению с ним достаточно жалок. То есть, несмотря на оценку движка, которая здесь всего лишь около одной пешки в пользу черных, по большому счету, очень больших шансов на спасение у белых бы, наверное, не было. Но Ливон, насколько я помню, по пресс-конференции по окончании этой партии, он ожидал хода слон С5, и он заранее приметил ответ слон Е2. То есть, вероятно, он рассчитывал на что-то вроде слон Д4, король Д4, вроде бы белым мат, но не успевают устранить коня. После фигуры Д4, Куньев 8, Куньев 8, получается достаточно сложная позиция, в которой у белых чистое личное качество, а черные сохраняют мощный атакующий потенциал, но некоторые шансы на успешную оборону здесь все-таки есть, потому что черным нужно еще два темпа потратить, чтобы создать серьезную угрозу. Но на ходе слон Е2 подготовка экс-чемпиона мира здесь не закончилась, он быстро исполнил ход конь Д на Е5. Посмотрите на эту позицию, белые атакуют слона, прошу прощения, коня Ж4, слона С5 и коня Е8, уже сейчас, сейчас ход черных. По идее надо бы спасать хотя бы одну из фигур, вместо этого она делает ход конь Д на Е5. То есть он добровольно ставит вторую фигуру под вилку. То есть пешка Д4 теперь атакует и коня С5 и коня Е5. На Ф8 по-прежнему висит, на Ж4 по-прежнему висит. Я уверен, что в этот момент у Роняна просто разбежались глаза. И наверняка к своему ужасу он здесь проверяя варианты обнаружил, что легко ему не будет нигде. Ну, давайте тоже посмотрим по порядку все взятия. Начнем с того, что белые должны брать, иначе последует ферзь Берет Д4 и партия закончится. Если белые берут коня пешкой Ф, ну, это единственное возможное взятие этого ханя, потому что пешка Д связана, то после ФД4 и КХ1 получается изящный спертый мат. Если белые берут слона, то по большому счету мало что меняется, потому что все ноги ФД4, КХ1, КНФ2, если КЖ1, то получается стандартный спертый мат. Если же ладья Ф2, то, как мы видим, слон на Б7 настолько космически силен, что белые совершенно ничего не могут ему противопоставить. К тому же, помимо ферзь Берет Ж2 и слон Берет Ж2 мат, здесь еще грозит ФЕ1 мат. То есть единственная разумная возможность за белых здесь это немедленная сдача. Если белые бьют ладью, ну, очевидно, после ФД4 следует тот же самый спертый мат. Остается всего одна разумная возможность и Левон именно ее и избрал. Взял слоном на Ж4. Здесь еще один очень тонкий точный ход, который также был заготовлен Анандом дома. Кажется, что вроде как ход ФД4 выглядит мощнее, чем слон Берет Д4. На самом деле важно, чтобы Ферз оставался на Д8, потому что отсюда он смотрит не только на Д4, еще и на А4. И вот вторая возможность она очень важна здесь. Поэтому последовал слон Берет Д4, Крол Ж1 и Кж4. Посмотрите в данную секунду на доске материальное равенство. Невероятно мощные слоны, то есть единственный ход, который здесь заслуживает какого-то рассмотрения, это Кф8. Именно так Ронян и сыграл. Ну и вот теперь на самом деле последовал первый самостоятельный ход в этой партии со стороны Виши Ананда, по крайней мере по его признанию во время пресс-конференции. Он сыграл Ф5 и это конечно же сильнейший ход в позиции. Но логика позади этого хода достаточно проста. Если черный играет в Ф4 сразу, казалось бы, угрожая неизбежным матом, у белых есть вот такой спасающий ресурс. После чего меняются Ферзьи и белые не получают мат и вообще наверное играют на победу. Поэтому очень важно, чтобы белый ферзь не попал на H7 и не допустить этого прихода белого ферзя как раз можно путем F5. Теперь грозит Ф4 и угроза это практически неотразимая. Единственный ход, который позволяет затянуть сопротивление это конь G6. Ф6 да, ферзя не пустили на H4, но теперь он пытается попасть на вертикаль H окольными путями. Например, начать сведение коня на G6. И вот здесь согласно мнению движка самым сильным, самым упорным ходом был ферзь D3, но я прекрасно понимаю, почему Аронян его отверг. Дело в том, что после ферзи G6 грозят различные отскоки конем с G4, после чего будет висеть мат на G2. Белые должны прерывать взаимодействие черного ферзя и пешки G2. Ну и теперь в принципе черные могут как-то продолжать атаку путем короля F7 и ладья H8. Но самое простое это сыграть кони F2, после чего материал отыгрывается. Получается полное материальное равновесие и не менее полная доминация, позиционная доминация со стороны черных. Их два слона, белые не способны завершить развитие и в ближайшем будущем они либо потеряют собственного короля, либо по крайней мере недосчитаются нескольких пешек. То есть никаких ресурсов для сопротивления в этой позиции нет. Поэтому Ливон сыграл H3. Ну и после F6 понятное дело что коня брать нельзя из-за мата по вертикали H. Последовало F2, F5, Fd3. Пока защищая пункт H3, но после этого Виши нашел очень серьезное возражение сыграл слон E3 и армянский шахматист немедленно признал свое поражение потому что перекрывается третья горизонталь на слон B3 просто следует Fh3 G1, Fg2 или Fh2 мат. Никаких других способов затянуть сопротивление у белых здесь все равно нет. Немного упорнее чем Fd3 был ход ладья F3. И вот здесь на самом деле черные не дают мат, но после F2 король H2 слон F3 получается опять-таки такая позиция на которую без слез посмотреть просто невозможно. Да, материальное равенство, но белых просто нет хода. То есть конь не уходит потому что висит слон, слон не уходит потому что висит на B2, ладья может конечно походить на B1, но этот ход не дает совершенно ничего. Уже материальное равенство, пешки F3, F4, H3 слабы. То есть вполне я понимаю здесь армянского шахматиста, почему он даже проверять эту позицию не стал. Напомню, в партии последовала F3, слон E3, белые получили мат. Вот такая вот партия, вполне заслуженная, считаю, она была признана лучшей партией 2013 года. Да, та степень творчества, которую в ней проявил Вишанант, она ну относительно много что он принес из дома, тем не менее некоторые ходы ему пришлось находить за доской. Ну и к тому же не забывайте, что дебютная подготовка это часть работы, часть работы элитных шахматистов. Многим кажется, что эта работа скучная. Да, подчас это бывает так, но посмотрите, каким иногда результатом приводит качественная дебютная подготовка. Вы не просто выигрываете партию, вы выигрываете ее в таком стиле, и вы выигрываете ее настолько вспоминающийся, что партию будут вспоминать еще много лет, если не десятилетий. Надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.